Перед нами Антонина Скугарева, живёт Кемерово. Кемерово, кто знает, это Сибирь, это жёсткая Сибирь. И однажды вдруг она произнесла волшебные слова «школьный сад». Меня это зацепило, моя мечта, что всё, что мы делаем, когда-то должны знать дети. И когда-то школьные сады станут уроками биологии. Поэтому я взял и сказал, Антонина, пожалуйста, всё, что у вас есть из вашего личного опыта, но сибирского, что всё, что вы скажете, это должно послужить примером для других. Это должно быть от души. Весь мир театра мы актёры. Так говорил Шекспир. Сейчас мы не актёры. Я жду... Здравствуйте, Валерий Константинович. Я просто хочу сказать предысторию, как я пришла вообще к садоводству. Лет 8, наверное, 10 я делала попытки развести свой сад. Поскольку 25 лет назад я поменяла квартиру на свой дом, именно хотела развести сад. И мне повезло, участок был засажен старыми яблонями, полукультурками. Но всё благоухало, их было много. Но со временем они начали разрушаться, и я поняла, что надо проводить замену. И лет 10 мои попытки приобрести хороший посадочный материал на рынке, как скажете. Может быть, в магазинах садовых. Но не увенчались успехом. Они пропадали. Может быть, год-два приживались. Может быть, одну-две зимы. Может, начинали давать какой-то урожай, но замерзали. Это были яблони, груши. И потом я вышла на абрикосы. Так как стали активно с Алтая, ну, наверняка и с юга, привозить фур абрикосов в Кемерово. Я их покупала, я их рассаживала. Они либо сразу в первый год погибали, либо зиму пережив, погибали. И весной они только-только начинали просыпаться и тут же погибали. То есть успеха не было. В 2018 году я стала искать местные посадки, непривозные. И увидела сообщения, объявления, что продаются там саженцы. Я спрашиваю, у вас есть абрикосы? Они говорят, есть из косточек. Меня это заинтересовало. Мы сразу поехали. Мне объяснили, что вот эти абрикосы растут из косточек. Ну, как-то вопрос возник, как из косточек может вырасти абрикос, когда все саженцы привиты. Но я купила. Купила, и сейчас они у меня растут. Ну, что такое из косточек, я стала искать в интернете. Благодаря чему я вышла на Валерия Константиновича. Что выращивает такой садовод из косточек абрикосы? Конечно, меня это зацепило. И в 2019 году я связалась с вами, вышла на вас и приобрела у вас семенной материал. Тот сад, который у меня был посажен, он как бы меня радует, потому что очень много взошло. Пока что это саженцы одногодки. На следующий год я уже буду рассаживать, что-то оставлять на местах, что-то буду определять место, рассаживать. И, в принципе, считаю, что я частично состоялась как садовод. Но так как у меня достаточно взошло абрикос, слив, я стала думать. Вы знаете, вот пойти продать, ну, тут ума много не надо. Но как я хочу в том районе, где я живу. А живу и за городом Кемерово. У нас поселок городского типа, жилой район при разрезе. И очень благоустроенный, красивый поселок. И мне так хочется посадить саженцы, чтобы они цвели. Но я понимаю, куда попало, посадить не могу. И случилось так, что по ходу своей деятельности я стала, скажем так, возглавлять организацию пенсионеров. Вы говорите, я... Ну, я скуриваю Антонину Ивановну. Я всю жизнь проработала в музыкальной школе, преподавала академический вокал, работала с детьми. Но попутно, вот, имея свой участок, я занималась органическим земледелием. Я завела лет 20 назад пчел и до сих пор ими занимаюсь. Я никогда не откажусь от них. Органический земледель я уже постигла в том виде, который он есть. И вот эта мечта обрести сад, я только сейчас ее воплощаю. Но самое главное, я хотела бы, чтобы, ну, вокруг все цвело. Потому что, вы знаете эту проблему, что извели настоящие посадки или утратили опыт и не знают, как его поддерживать. Были у нас питомники вокруг города, но их, они исчезают, потому что они себя не оправдывают. Вот эти южные культуры, которые заводят, люди бросаются просто на них. Посмотришь весной, везут на свои участки, радуются, а потом говорят, ой, все замерзло. Я теперь понимаю, не все замерзло, а просто не прижилось. Ну, это уже другой вопрос. И я обратилась, ну, скажем так, знакомым тем, которые со мной рядом работают. Говорю, я мечтаю посадить сад, не знаю. Рядом находится школа в центре. Огромный участок, пустой, за рощей травой. Заброшен школьный сад, никто им не занимается. Во всяком случае, вокруг три школы и ни в одной школе нет. Ни огороды, ни сада. Ну, чуть-чуть на входе клумбочки растут, не более того. И мне говорят, давайте его здесь посадите. Конечно, меня это вдохновило. Я сходила в школу, поговорила. И они загорелись идеей руководителей пятых классов. И говорят, у нас дети учатся в пятом классе. Если мы вместе с вами будем ухаживать за деревьями. Ребятишки подрастут, и деревья эти вырастут. Представляете, как это будет интересно? Ну, директор тоже сказала, да, да, давайте. Мы вышли, посмотрели, определились. Ну, что происходит? Да знаете, какой ужасный двадцатый год. Октябрь месяц. Детей распустили на удаленку, как говорится, называется. Дистанционно обучаться. Школа практически закрыта. И случилось так, что администрация поменялась. Директора перевели в другую школу, а новой еще нет. И я понимаю, что Валерий Константинович, услышав о том, что дети будут садить, будут заниматься садом, прислал семенной материал. И я понимаю, что осенью мне его просто не удается сейчас посадить. Мне подойти, и одной этой динамы смысла никакого нет. Потому что была договоренность, что мы будем собираться с детьми, будем показывать, как это делается. Родители примут участие. Ну, получается так, что я как пенсионер, скажем, возглавила вот это направление. Пришла у меня такая мысль. Вот подойти и просто посадить. И кто-то посмотрит, кто-то может сломать, кто-то может выдернуть, кто-то может не понять. Кто-то может начать и бросить. Я поняла, что нужна какая-то база. Потому что, чтобы даже на школьном участке посадить, там земля числится за какими-то педагогами, которые, если даже частично обрабатывают клумбы, это там что-то оплачивается. В общем, все такие административные дела, которые надо решать. Просто так не сделать. Я решила пробить все-таки это. И Валерий Константинович, есть Бог. Вот как вы говорите, я сказала, да, есть. Он нам помог. На место директора пришел молодой директор, который работал на телевидении. Смирнов, он работал в Прокопьевске 15 лет на телевидении. В 17-м году он приехал на Кемеровское телевидение. Работал ведущим какой-то программы, точно не знаю. А это, как ко мне приезжали с Кемеровского телевидения? А вдруг он меня знает? Вы знаете, я поняла по разговору с ним. Он вас не знает. Он работал ведущим какой-то программы, наверняка не имела дело в Садоводске. Но раз он там работал, он знает всех. И вы знаете ситуация? Когда я услышала, что пришел новый директор, ну якобы в случае, что учителя не очень его поддерживают, потому что он приезжий, он с Прокопьевской приехал, тут своих хватает, как говорится. И слышу разговоры, что он пытается что-то делать, у него не получается. Я сказала, мне пора к нему идти. Валерий Константинович, вы очень любите о нем кто-то рассказывать. Да. А я сейчас такой притчу расскажу. Я прихожу в эту школу, сидит директор озабоченный, надо что-то делать, участок запущен. Видели фильм «Итальянцы в России», когда сидит Андрей Миронов, роль играет, к нему подходит, он сидит и думает, как подойти к итальянцам, а они подходят к нему, говорят, хочешь миллион? Он закричал, хочу. Вот примерно ситуация. Сидит человек, я захожу и говорю, вы хотите, чтобы рос абрикосовый сад? Примерно такая же была реакция. Да, это надо, давайте, давайте, всем это надо. Я говорю, есть такие, такие, такие проблемы. Мы готовы на все, давайте только сотрудничать. Я понимаю, что на словах это не закрепить. Короче, вот все дни, вот эти праздничные, я писала проект, называется. Для меня это ново, но я понимаю, что без этого не обойтись. Я как руководитель проекта составила такую программу, что дети, родители, и я представитель старшего возраста, ну, пенсионер, так скажем, старшее поколение, мы объединяемся и садим с момента проращивания косточек, садим сад, выращиваем. Хорошо, Валерия Константиновична, вы подсказали, что при выпуске свидетельство вручать на фоне цветущего сада. Вот эта идея захватила всех. И я все это воплотила в бумагу. То есть сегодня с этим проектом. Я ездила в городской совет ветеранов. Проект имеет направление долгосрочный. Это получается до 27-го года, чтобы эти дети выпустились. Мне его одобрили, внесли в план, сказали, идея новая, нам это очень интересно, у нас такого не было. Мало того, что еще претендуем, чтобы нам выделили грант. Вы наверняка знаете, что это такое. Ну президентским мы уже опоздали, но существует много других направлений, много грантов. И мне сегодня точно сказали, что мы свяжемся с человеком, который занимается грантами. Какой-то обязательно, потому что идея новая, это интересно. Вы представляете, три поколения вырастет такой зеленый так массив, объект, который будет озеленять и поселок. Это вообще очень важная вещь для всех. Ну я, конечно, говорю, да. В общем, я сказала, что я от этого не отступлюсь. Пусть они свое дело делают, продвигает грант. Вот проект. Мы начинаем. В ближайшее время сейчас я вот уже пробыла песок. Мы идем в классы. Просто видите, мне уже 66 и доступа не было в школу. Сейчас, я думаю, вот это заканчивается на днях ограничения. Встречаемся с детьми, с родителями. И, естественно, так как вы выслали диски, брошюрки, я знакомлю их с материалом, все рассказываю. Мы с детьми стратифицируем, я уже промыла песочек, эти косточки. Но как бы не могу их в школе оставить, они, конечно, хранятся будут у меня. Периодически мы будем, так сказать, ликбез проводить, что и как. С детьми будем разговаривать, беседовать. Я буду им показывать какие-то снимки, что-то буду рассказывать, потому что у них по субботам, вот эти субботы у детей, которые существуют, там что-то такое полезное. То концерты, то это. Я думаю, что им не лишнее будет встречаться. И мы периодически будем этот вопрос продвигать. Единственное, я переживаю, что в октябре мы не смогли подготовить землю, потому что там в основном вот этот дерн, который я сама, естественно, скопать не могла, организовать в тот момент было невозможно. И так как люди, много же надо объяснять, вы же тоже иной раз рассказываете, мы не все понимаем, что вы говорите, а потом уже осмысливаем на деле. И говорят, у нас родители придут весной, мы этот весь дерн скопаем. И я же понимаю, что в начале апреля это будет грязь. Но там есть часть скопанная, и как бы ее взрыхлить и хватит для посадки косточек. Или, говорит директор, давай мы каждому ребенку по косточке. Во-первых, у меня глаза свято стоят. Я вижу человека, я по вам соскучился. Я вам высылаю 500 косточек гибридных этих, абрикосов. Раз. Я вам высылаю 500 семечек уссурийских груш. Второй этап, будете учить, дети будут учиться привать. Я вам высылаю 500 семечек. У вас же детей куча. Я вас останавливаю. Вы мне уже высылали столько много. Я сейчас это прочитаю. Я уже этого не помню. Нет, нет, нет. Поймите, я сейчас это самым главным. Я еще хочу как сделать. Вы будете садить по моему методу. Первый этап, я об этом, мы же не, почему запись идет? Тысяча людей должны это знать. И когда у человека есть гектары, сотки, гектары, я говорю, первый этап, садите с густотой помидоров. Понятно же? Да. Понятно. Скопали землю, получилось садите, садите, садите. Что будет потом? Об этом мы будем говорить в следующем году. Вы скажете, из тысячи этих зашло там 800, а из этой 500 зашло 20. Понимаете, в чем дело? Подлая вещь, серификация. Вот. И вот, когда получится сад, это будет не сад, это школка. Вот так же, как в школе, а это официальное название. Когда садят густо, на перспективу, это называется школка. А потом, исходя из этого, смотрите, садитесь с детьми, все, они должны участвовать. Может, не все, может, половине это даром не надо. Вот. Но потом наступает тот самый момент. Каждому ребенку он выкопал и посадил на постоянное место. И это будет Вася, а это Петя, а это Коли. Пока все будет опосредовано, так сказать, обезличено. Садим дружно, садим сыром, учимся. Понимаете? То есть, в начале садится школка. Густо, 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 густо. Они все взойдут. Лучшие из лучших останутся навсегда. Так? Вы можете потом имена присвоить Смирнову, у директора, там это, табличку повесить. А это и будут лучшие. Почему? Сразу видно. У них всегда лидеры есть. И семянцы, да, и лидеры, да. Все остальное большая масса. Ребенок своими ногами и руками наступил на лопату, выкопал, перенес, а там уже готово. А на это целый год будет еще, чтобы всю площадь засадить. И каждый ребенок будет иметь свой саженец. А если много, то два, пять, десять. Вот. Какой-то момент наступит, когда будет этим вручать. Уже в том времени уже дети будут совсем другие. А вдруг плохо пойдет. Да все бывает в этой жизни. Хотя бы на небе что-то не то. Бывает ранняя весна, поздняя весна. Открываешь банку, переросли, выбрасываешь. Открываешь банку, они не думали сходить. Это все, это такая вещь, ого, тут количеством надо брать. Нет, вишню не надо, сливы не надо, абрикосы можно не прививать, даже, даже эти, манчжурские, они гибридные. Уже 20-30-40 грамм обеспечены без прививки. Да, да, я же сказала, Бог есть. Я назвала сад будущего, а он, у нас 300 лет Кузбассу дата. Он сказал, растем с Кузбассом. Великолепное название. Мы назовем сад этот растем с Кузбассом. И вот про это, про вашу затею узнает вся страна. А мы едим свои фрукты, которые, я до сих пор название это химиката, кроме там, это, как называется, медный купорос и железный купорос, кроме этого, я вообще не знаю ничего до сих пор. Я не знаю, что такое это химикаты. Я никогда, я иди с Атли, боролся этот самый, 2 миллиграмма на ведро воды. Можно пить, не отравишься. Кляс дыхает. И всего покупал в сезон 5-6 миллиграмм. Ну, то есть, ампулки. 2-3 ампулки. Это все, это в те годы. А сейчас-то вообще не покупаем. Тут еще надо отдать должное, то, что вот этот проект Совет ветеранов утвердили, они сказали, мы будем его рекламировать по всем направлениям, в том числе и со средствами массовой информации. Это вот, как бы, более высокий уровень, это тоже очень хорошо. Прямо мне сегодня это понравилось, что и именно грант, и чтобы вам выделили деньги, завоз земли, транспортные расходы, все это будем пробивать. Они даже материально сказали. от меня что, я почему хочу еще выслать столько же. Нам нельзя после этого, извините, опозориться. И в этот момент уже земля отталена, штеклопаты, высадили, так, и большая часть обязательно взойдет. У меня же семена качества-то. Да, 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 у меня же взошло на своем участке. Ну вот, и получится что? Густо, 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 вот, заинтересованность должна быть. А людям надо, главное детям сказать, то, что вырастет, это чудо, которого в Сибири до сих пор нет вообще. А вы представляете, когда у вас густо из некуда будет рассаживать? Пусть другие школы вам кланятся. И пошло-поехало. Валерий Константинович, ну, погрушим, нужно мне будет прививочный материал тогда. А-а-а, попались? Я всегда говорю, подсели на иглу. Это, это самое, знаете же, этот анекдот, когда профессор, у меня осталось три минуты, когда студент сдают, всем двойки, 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 последний заходит студент, трясется от страха, тоже не учил. Профессор злой, как собака, а он уже последний. Только на один вопрос ответь, тройку ставлю. Вот. Что такое шестиноги, нет, что такое крупное морское млекопитающее животное? Как называется? Тут хрен его знает. Шестиноги, семи рук. Что? Что? А что это? А это профессор второй вопрос. Давайте, дает ему зачетку. Вот. Шестиноги, семи рук. Так вот, это, Антонина, второй вопрос. Я вас, вы понимаете, что муссурийскую грушу есть невозможно. Вот. Да, я знаю это. Поэтому у меня страх, чем я буду прививать. А если буду жив, страха не будет. Я не стал мелочиться с семенами. Кто вам сказал, что я буду с черенками мелочиться, а? Кто сказал? Детей научим, научим. Сразу 50, 100. Не все, нет. Но 50, 100, 200 детей и пойдет. Нам нужно, только это как, не первая ласточка, нам нужно тысячи ласточек. Спасибо за беседу. Я этот фильм оставляю в ютуб. Значит, хотите вы, не хотите, все. Возврата нет. Рубикон перейдет, как сказал этот самый, Цезарь. Мы теперь в Цезаре. Все. Мы теперь короли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова